Он болезнь прошел вот такое испытание. Здоровый наоборот. Здоровый, который говорит, что вот видишь, какой я молодец, Бог мне одарил здоровье, а он, наверное, что-то плохое сделал, поэтому он болеет. И высокомерно смотрит, довольно такой сидит на свое остолобское лицо в зеркале смотрит, здоровый такой, думает, что вот такой он, потому что очень хороший. Нет. Он за это получает свое наказание. И вот быть абсолютно здоровым, абсолютно состоятельным и быть довольным собой, думать, что это все потому, что он заслужил своим деянием. Как в Уралье Херем есть очень примечательная притча по поводу короны, которая имела огромное состояние. Там описывается, что большое количество людей не есть в виду моего ключа. Но когда ему сказали, что будь благодарен Богу, что тебе в год нет, я тебя получил за счет своего знания, своего умения, довольный очень был собой. И окружающие люди тоже поддались на это, начали зависть и смотреть, и думать о том, что вот надо тоже вот так стараться быть таким же орлом, как он, чтобы все это получить. И вдруг на следующий день все проваливается, все, что он имеет вместе с вами в корону, проваливается. И тогда окружающие люди, слава Богу, что мы не такие. Не это, не такие мы были. Вот идея о том, что вы то, что имеете, заслужили сами собственное свое умение, вот это и самое большое испытание. Если вы сумели что-то организовать, если вы одарены здоровьем, я не знаю, чем-то одарены, и вы полагаете, что это ваша личная заслуга, личная заслуга. И когда вы смотрите на человека, который всего этого не имеет, сверху вниз, тогда тот, который ничего не имеет, предположим, непрерывно болен, постоянно болен. Но тот, кто болен, сочувственно смотрит, вот я вот посмотрите, вот это фраза, тот, кто болен, тяжело болен, сочувственно смотрит на здорового человека, которому приходится из-за него что-то делать. А тот здоровый, свысока смотрит на больного, считает, что он хороший, поэтому удосужился, удостоился того, чтобы быть вот таким здоровым. Вот этому больному тысячи раз больше повезло, чем здоровым. Потому что больной прошел испытание. А когда мы туда приближаемся, уже не имеет значения, ты на костылях приблизился туда, на кровати приблизился, или бодрыми шагами шел. Там уже двери открываются для всех абсолютно одинаковые. И вот когда они вдвоем приближаются туда, один как бых здоровый, масса денег у него в кармане, и больной, который бедный, постоянно в этой носилке или коляске был, вот приближается туда, и он так вот довольный стоит. И вдруг перед ним раскрывается дверь, туда вкатывает вот этого больного, он только хочет сделать, сразу его по шее дают оттуда выгонять, вот тебе туда. И там открывают дверь, смотрят оттуда, такие же, как он, только чуть-чуть перегреты. Выглядывали, протягивали, протягивали морогу. И он тихо-тихо туда идет уже в аппарат. Поэтому все, что мы здесь имеем, все разнообразие людей, вся разница людей, это постоянное испытание. Вот об этом Бог говорит нам в Гуране Киарем. Я читаю. Он, то есть Аллах, сделал вас наследниками земли и возвысил по степеням одних над другими. Возвысил по степеням одних над другими. Для чего? Возвысил вас по степеням одних над другими, чтобы испытать вас то, что он даровал вам. Шестая сура, 165 аят. Сделал нас разными. Одним дал больше, а другим дал меньше. Вот все, что я до сих пор говорю, фактически я пытался вот смысл этого аята раскрыть. Одним дал больше, другим дал меньше. Для того, чтобы испытать нас в том, что он даровал. Все, что мы имеем, мы имеем как испытание. Поэтому, если ты подозреваешь, что чем-то ты обладаешь, там, здоровьем, силой, там, что-то более образованное, менее образованное, что-то есть, ты постоянно должен думать, а им я, что делаю? Нельзя быть здоровым и ублажаться своим здоровьем. Нельзя быть образованным и сидеть и играть в эти идиотские игры, что, где, когда, и на этом кончится. Твое образование, твое здоровье, твое, там, молодость, шустрое, что бы то ни было, все должно для тебя выступать средством. И ты каждый день должен думать, что, а вот я по сравнению с тем, который еле-еле передвигается, сделал что-то? Или по сравнению с тем, кто там рядом с коробой всю жизнь сидит и больше ничего не знает, сделал я что-то? Вот это есть то, что Бог сказал. Испытываю вас тем, что вам даровано. Читали, читали. Мы сделали одних из вас, мы сделали одних из вас испытанием для других, чтобы удостовериться, вытерпите ли вы испытание? двадцать пятая сура, двадцатый аят. Одних из нас сделали испытанием для других. Чтобы посмотрели, вы терпите ли вы? Вот это то, что до этого я говорю. Когда мы сталкиваемся с любым человеком, которому плохо, который там болеет и так далее, и так далее, это для нас, для нас испытание. Когда мы видим человека, который здорово все имеет, и пошел там выиграл, там в лотерею, там пару миллионов, это для нас тоже испытание. Как мы на это реагируем? Вытерпите ли вы? То есть, мы вытерпим ли, что он выиграл, а не я? Это самое больное место для каждого человека, который всегда постоянно думает, а почему он, а не я? Не понимаешь, что симметричный вопрос. Он то же самое, да, думает? Почему ты, а не он? Поэтому вот на этом мы с вами испытываемся, и мы должны постоянно думать, вытерпим ли мы то окружение, в котором мы с вами находимся, как хорошее, так и плохое. Окружение, оно всегда бывает, и плохое, и хорошее. И мы должны постоянно с вами смотреть, вытерпим ли мы это окружение. Вот на это смотрит Бог. Далее. Обращаясь к нам, как всем, Бог говорит, не смотри с завистью на то, чем мы наделили некоторых людей, чтобы подвергнуть их испытанию на блеск земной жизни. Ибо удел, даруем мы твоим Господом, лучше и долговечнее. 20, 40, 131 аят. Вот видите, вот все, что я говорил, так долго и пространно говорил, фактически здесь одним аятом коротко и ясно вся суть выражена. Не смотри с завистью на то, что мы дали другим, блеск жизни. Потому что то, что ты получишь, если будешь действительно достойным этого, это ни в какое сравнение не идет с тем, что тот получил, потому что это недолговечно. Нет такого блеска земного, нет такой удачи, нет такого приобретения, которое было бы даже по земным меркам долговечно, даже по земным меркам. Я говорю, вообще долговечно с точки зрения космоса. По земным меркам, какие-то там, я не знаю, 70 лет средней так, жизни человека, вот по этим меркам, что было долговечно. В юные годы все, что-то такое там им приглядывается, что-то такое находят, от которого они не знают, куда деться от радости. И что? Проходит год, проходит два. Это раз уже кончается, и начинаются другие проблемы. Помните Райкен, когда он женился на девушке, которая от радости, открыв рот, целый день слышала, что он говорил. И он говорит, что через месяц закружил дура, я же все сказал. А что им еще говорили? Месяц он говорил, она радостно на него смотрела, через месяц мы же нечего говорили. Какого бы вы не взяли там шутника, островного, чего бы там не нашли, там нашли какого-нибудь человека, который постоянно там юмористические вещи пишет. Придешь вечером домой, он лежит же усталый, голодный, ему не до юмора, ничего, надо пать, обед готовить. Ты же ему не говоришь, что ты острее, а я посижу, посуду, натощак острее, а я буду кушать. Надо его кормить, чтобы он острее. Поэтому ничего долговечного нету, кроме одного, того, что Бог даст. Вот когда ты все земное воспринимаешь как средство, еще раз говорю, средство, которое само по себе очень ценное, важное, это не надо от них отказываться, но средство, точно так же, как еда, которую мы кушаем, она является средством. Это как Аристотиус в свое время сказал, что все живут, чтобы кушать, а я кушаю, чтобы жить. Еда является средством, естественно, ни один нормальный человек не будет говорить, что я живу для того, чтобы кушать. Хотя, для этого живу. Вот. Но, это не значит, что это средство само по себе не имеет никакого значения, то, что попало кушать. Зачем? Если есть возможность кушать что-то такое, от которого тебе приятно ешь, но никогда нельзя делать это средство. Утром встать и планировать свой день, значит, я туда пойду, потому что там я буду кушать, потом я тому пойду, там буду кушать, я тому отвечу по телефону, потому что он мне кушать. Вот так мы с вами, к сожалению, живем все. Только ни куша не идет, лишь о том, что там должность будет, там институт будет, школа будет, квартира будет, что-то будет. Постоянно вот так. Туда пойти, это будет, туда пойти, это будет. А что остается для тела? Ничего. Поэтому утром встал, ты должен думать, я должен сделать так, чтобы к вечеру, я когда лег, знал, что я уже в ад не попаду. Вот, зная это, все время имея это в виду, я пойду туда покушаю, пойду к этому человеку, там на эту работу, пойду и так далее, пожалуйста, иди. Но за всем этим стоит постоянная цель, что составляет смысл твоей жизни. Постоянная цель, чтобы вечером, лажа спать, я не повысил вероятность того, что буду отвергнуть Богу. Хотя бы не повысил. А если ты сумел за день что-то сделать, чтобы обратную вероятность повысить, еще лучше. Но вот это должно быть постоянная мерка, а не то, что как хорошо лажа спать, как хорошо сегодня у этого человека отобрал эти деньги, ему не дал, а тому хотели что-то дать, я сделал так, чтобы мне дали. Вот не это. Если бы Аллах захотел, говорит нам Бог, то Он сделал бы вас одной, единой общиной. Однако это Он не сделал, чтобы испытать вас в том, что вам даровал. Так старайтесь же превзойти друг друга добрых деяний. К Аллаху всем вам возвращение и поведает Он вам о том, в чем вы были не согласны друг с другом. 5 сура 48 века. Видите, опять вся суть вырежена. Бог, что стоило Богу всех сделать одинаково. Все вот, все мы, все были бы с сотрудниками президентского дворца. Все. Весь Азербайджан. Все, ходили бы, куда бы ходили бы. Или же в свое время мы все были бы райком комсомола, там, чего-то такого. Все сидели, какая же Бога трудно, что ли, сделал. Все одинаково зарплату получали бы, все там уважением все было бы и ходили бы и по дороге Гаи никого не останавливало. Машины ездили бы, куда хотели. испытаний не было. По крайней мере, Гаи испытаний не было. Вот в том-то и суть Бог говорит, что я вас сделал разными, что посмотрели, кто из вас что сделает, и нам сообщают, что единственная мера, по которой мы друг от друга различаемся в глазах Бога, единственная мера, по которой мы отличаемся перед Богом друг от друга, это степень добра, которую мы совершаем. Старайтесь превзойти друг друга степень. Вы где-нибудь читали бы раньше, старайтесь превзойти друг друга в должностях, степень, поезжайте, в Москве защищайтесь, чтобы там это было, в Лондоне защищайте, старайтесь превзойти друг друга должности, фирма, герб, что у вас был хороший. Такого же не было. Бог говорит старайтесь превзойти друг друга в добрости и когда вы вернетесь ко мне, вернетесь, вот это я вначале говорил, еще раз подчеркиваю, слово вернетесь постоянно идет. В Коране нигде не сказано, когда вы придете ко мне. Там вернетесь везде, где речь идет о супном дне и встрече с Богом, всегда идет слово вернетесь. Это означает, что мы оттуда вышли и сейчас возвращаемся. Поэтому эта жизнь, это как бы для прогулки, чтобы посмотреть во время прогулки что мы сделали. Мы из дома вышли и домой возвращаемся. Дом является, для нас является тот лишь. Мы оттуда вышли, прохаживаемся и Бог наблюдает. вот прохаживаясь, в чем вы стараетесь друг друга прелезать? В походке или там в шляпе? Там что? В чем? И он говорит, что там в чем вы друг друга не старались? Для меня это не имеет никакого значения. Ходи как хочешь, на одной ноге прийти, на двух ногах, на ушах стой. Что хочешь, это твое личное дело. Одно я тебе говорю, если хочешь, чтобы сюда вернуться, встретили тебя здесь хорошо, старайтесь превзойти друг друга в добрых деятельиях. Все. Поэтому со школьной скамьи ребенка надо приучать к одному, чтобы он знал, что вся его цель это превзойти других добрых деятельств. больше ни в чем. Для этого он должен быть образованным, он должен работать, он должен все это делать. Для этого. Потому что если ты не очень сидишь дома и хлопаешь глазами, ничего не понимая, от тебя добраться особенно не будет даже. Если все вернее так будут быть. Поэтому если кто не может больше ничего делать, пусть он так. Но кто может что-то делать, он должен обязательно делать. Нельзя сложа рукой сидеть. Нельзя думать, что вот я целый день служу Богу, это есть все, что от меня требуется. Нет. Это от тебя требуется как обязательно, но плюс к этому от тебя требуется, чтобы ты старался опередить других в добрости, то есть добро приносить людям другим. ваше имущество и вы сами подвергнетесь испытаниям. или спрашивает Бог, или вы полагали, что войдете в рай, а Аллах не узнает, кто из вас родил во имя его, старался во имя его, и кто был терпелив. Третья сура, сто восемь шестой аят и сто сорок второе. Все, что мы имеем, все, что мы имеем, и мы сами, что собой представляем, все мы будем, все это будет испытать. Мы будем испытываться, и мы никогда не можем рассчитывать на то, что на том свете нам будет хорошо, или войдем в рай, как Бог говорит, если мы не убедим Бога в том, что мы достоин этого. Если мы не убедим, никуда мы не войдем. Поэтому постоянно мы должны думать о том, что вот сегодня то, что я сделал, это был ли убедительным для Бога, что я могу пойти в рай. Был ли убедительным? Чтобы это узнать, был ли это убедительным или нет, не надо сидеть особенно фантазировав. Для этого надо читать Куральный Кеорет. Раз. И стараться понять внутренний призыв, искренний призыв свой к Богу. Если ты хочешь интуитивно воспринимать вот то, что ты будешь делать сегодня, то, что ты делаешь, это хорошо или плохо, не через рассуждение, а интуитивно, то есть душевным позывом хочешь узнать, для этого есть одно лишь средство и великолепное средство, кстати, это намаз. Всякий человек, который совершает намаз, он прекрасно знает, что с намазом связано раскрытие смысла очень многих вещей, которые он не знал правильно он поступает или. и совершая намаз, вы будете чувствовать, что вот это не надо делать, это надо делать, потому что намазе человек осуществляет то, что Бог ему сказал. Бог сказал ему, что сделай один шаг в мою сторону, я сделаю десять шагов твой Бог сказал, что помни обо и я буду помнить о тебе. А в чем заключается память Бога о нас? Это не в смысле, что он знает наше имя, где мы проживаем, там, Жек, там, знает. Память о нас, Бога, это означает, что когда нам трудно решить что-то, Бог открывает нам правильное решение. В этом есть вспоминание нас Бога. И в другом аяте, который я вам читал недавно, по-моему, сказано, что если забудешь меня, я сделаю так, что ты себя забудешь. Вот это как раз относится к нашей теперешней теме. Себя забыть, это означает принять неправильное решение. Ты между двумя выборами сейчас стал, вот это сделать или это сделать. И ты хочешь сделать лучше. Вот если ты хочешь сделать лучше, и при этом ты не помнишь о Боге, а не помнить о Боге значит просто не сделать нам не помнишь о Боге, Бог говорит, я сделаю так, что ты себя забудешь, то есть ты выберешь то решение, от которого тебе будет плохо. Правильное решение бывает только тогда, когда ты помнишь Бога, а помнить Бога, это значит совершить намаз, потому что так просто не вспоминают Бога. Когда ты оставляешь все свои дела, обращаешься к Нему, обращаешься к Нему, говоришь, что я ни перед кем не преклоняю и только от тебя жду помощи, вот тогда он дает эту помощь. Вот это суть того, что мы должны с вами делать, что является смыслом нашей жизни, что определяет цель нашей жизни, и это тот путь, который в Коране сказано, что Бог выводит нас из тьмы к свету. Вот если мы это будем помнить, мы будем все время идти в сторону света. Что я вам желаю. Сегодня эту тему мы с вами завершаем. тюрьм тюрьм тюрьм